Иудейское учение о пришествии Мессии, оно было достаточно широко известно, поскольку иудеи – такой народ, который умел и торговать, и достаточно, и они были всюду, не только в Римской империи, но и за её пределами. И поэтому учение иудейского пришествия Мессии, оно было известно не только в среде иудейской, но и в окружающих народах. И в частности, вот те, которые называются волхвами, их по-разному считают – астрологами, астрономами и так далее. Но по существу это просто, видимо, такие наиболее мудрецы, если уж выражаться точно. Так, наиболее точно, что ли. Это мудрецы. То есть в каком смысле мудрецы? Которые думали о чём? О самом главном – о смысле человеческой жизни. И понимая, что она как миг пролетает, думали, а в чём же спасение? И вот когда они поняли, то есть узнали об этом учении, о том, что придёт некто, какой-то мессия, который должен будет принести избавление человечеству, в частности, от смерти, то они, конечно, все были поглощены этим учением. И им явилось знамение. Иоанн Затаус, например, прямо считает, что та звезда, которую они видели – это было действительно явление ангела. Хотя уже, скажу вам, астрономы говорят, что именно в это время, то есть где-то в 4-м или 5-м, вот так, в 4-м году до нашей эры, как раз в то время, когда родился Иисус Христос, произошло редкое явление, когда Юпитер и Марс оказались в одной, так сказать, плоскости, и появилась очень яркая как бы звезда, единая звезда. Об этом говорит астрономия современная. И многие считают, что не эту ли звезду видели волхвы. Может, тут разные догадки, так сказать, делать, но, скорее всего, произошло следующее. Действительно, это был ангел, но явления духовного порядка очень часто сочетаются с определенными явлениями природного мира. Так что очень, то есть не очень возможно, а Марс и Юпитер действительно в это время именно были таковыми. Но, надо же вспомнить, звезда шла перед ними, и потом дальше он будет читать, и остановилась над местом, где был Иисус. Кстати, над местом, знаете, тоже интересно, что, если мы обратимся к греческому подлиннику, то в данном случае употребляется слово, переведенное местом, дом, Икея, дом, в отличие от того, где он родился, в яслях, совсем другое слово. Так вот, поскольку эта звезда передвигалась, указывала им, и потом, когда они поклонились волхвы, она же исчезла. То есть это просто видение какое-то? Что? Видение было. Да, да, то есть это всё говорит о том, что, следовательно, эта звезда была не обычным явлением естественного порядка, а здесь было соединение со сверхъестественным явлением.